Социальная сфера Ивановской области развивается не хуже, чем в других субъектах нашей страны. Об этом стало известно после видеоконференции, которую провела Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России. Один из вопросов касался заработной платы учителей. В соответствии с указом президента, оплата турда педагогов должна быть не меньше средней заработной платы в экономике региона. Сейчас в нашей области эта сумма составляет 15 245 рублей. Легиональное правительство и в дальнейшем планирует удерживать эту планку. Мы внимательно смотрим за тем, чтобы и зарплата педагогов не отставала. В октябре, как я уже говорил, будет еще 6% повышение заработной платы всем бюджетникам, куда попадут учителя. Мы надеемся, что это будет еще достаточно положительным моментом. То есть мы находимся в том тренде, который сегодня существует и соответствуем тем указам президента, которые были недавно подписаны. Второй вопрос касался проекта модернизации здравоохранения. Ивановская область находится в числе регионов-лидеров по темпу посвоения федеральных денег. Если так дело пойдет и дальше, то наш регион сможет претендовать на дополнительные средства, которые направят на ремонт медицинских учреждений и закупку современного оборудования. Мы продолжаем сохранять вот эти лидирующие позиции. И дело не в каком-то просто престиже региона, хотя это тоже, наверное, важно. А дело в том, что мы, конечно, очень надеемся, что в конце года по результатам освоения останутся какие-то свободные средства. И есть шанс, что тем, кто успешно реализует эту программу, все-таки будут перепадать еще какие-то бонусы в виде определенных траншей финансовых средств. Губернатор отметил, что деньги, вложенные за последнее время в здравоохранение Ивановской области, уже начали приносить пользу. Общая смертность населения за этот год сократилась на 3%. Младенческая смертность уменьшилась в два раза и сейчас соответствует европейским показателям.